Королева советского кинематографа, героиня классических постановок Евгения Симонова, до сих пор играет персонажей на 20 лет моложе. И то, что творческая биография так складывается, конечно удача и везение. Возраст, считает актриса, это не катастрофа, просто с годами требуется больше времени и денег на поддержание себя. К старению нужно относиться как к естественному движению жизни и пытаться найти в каждом отрезке именно свой смысл. В актерской судьбе все решать не возраст, главное испытывать внутреннее удовлетворение, без страха смотреть в будущее и не стыдиться того, что осталось и вовсе позади. Симонова Евгения Павловна родилась 1 июня 1955 года в Ленинграде. Через некоторое время после рождения девочки семья переехала в Москву, где отец Павел Васильевич получил работу в недавно созданном институте высшей нервной деятельности. Преданность делу стояла для ученого на первом месте и он не раздумывая принял приглашение своего учителя совместно развивать новый институт, который отец Евгении Симоновой впоследствии возгружал на протяжении 20 лет. Мать Ольга Сергеевна Вяземская преподавала английский язык в педагогическом институте. В детстве Евгения по собственным воспоминаниям не строила особо четких планов на будущее. Ей нравилось изучение иностранных языков и будущая актриса серьезно готовилась к поступлению на филологический факультет, чтобы впоследствии стать преподавателем английского языка, как и мама. Параллельно Евгения занималась музыкой и хореографией, но в 10 классе все буквально изменилось. Научные изыскания отца Евгения Симонова лежали в междисциплинарной области и в то время он был занят изучением психологии творчества. Школа студии МХАТ пригласила ученого прочесть цикл лекций для студентов, посвященный данной проблеме. Евгений Симонова вспоминает, что отец, будучи талантливым ученым, проявлял также интерес к искусству. Его лекции превращались в небольшие спектакли, увлекавшие слушателей. Тогда перед Евгением Симоновой открылся новый неизведанный мир театра. Девочка решила попробовать поступить в театральный институт. На этот шаг подтолкнуло и то, что тогда творческие институты набирали абитуриентов в начале июня, остальные серьезные университеты проводили вступительные экзамены в конце августа, что оставляло Симоновой время поступить на изначально запланированный филологический факультет, если не получится с театральным. Так получилось, что беет-ориентку приняли в Щукинское училище. Женя подавал документы в несколько театральных школ, однако все, кроме Щукинского, ответили категорическим отказом. В годы учебы наставником Евгений Симоновой стал выдающийся советский актер Юрий Васильевич Катин и Арт. Первые годы в ВУЗе тяжело давались начинающей актрисе. Она вспоминает, что долгое время терзалась сомнениями относительно правильности выбора жизненного пути, осознания того, что не ошиблась. Помимо Симоновой, значительно позднее. Возможно, другой педагог, менее внимательный к ученикам, попросту отчислил бы застенчивый студент, который стесняется выйти на сцену и исполнить небольшой этюд. Но Юрий Васильевич уже в те годы сумел разглядеть в хрупкой Жене некие способности. Помощь в адаптации к актерской профессии Симоновой оказали коллеги. Евгения Павловна рассказывала, что старалась дружиться со Светланой Немоляевой, в которой видела пример и старшего наставника. Другие актеры также тепло относились к молодой артистке, близким другом, а не просто коллегой стал Игорь Костолевский. Евгения Симонова – одна из тех актрис, на которой держится репертуар театра Маяковского. За четыре десятка лет она сыграла множество спектаклей. Помимо родного театра Симонова, неоднократно выступала на других сценах. Самым плодотворным оказался союз с руководителем «Современник» Галины Волчок. Симонова сыграла в постановках «Пять вечеров. Враги. История любви» и других. Кроме того, актриса выступала на театральной площадке «Сфера». Цеда имени Яблочкиной в театре на Малой Бронной. Сейчас Евгения выходит на сцену школы драматического искусства в образе жены писателя Генриха Ипсена, после смерти мужа ставшей затворником. За роль Софьи Андреевны Толстой артистки вручили «Золотую маску». В фьесе Людмилы Петрушевской «Московский хор» о хрущевской оттепеле Симонова перевоплощается в главу семьи, живущую в тесной коммуналке. Евгения Павловна – народная артистка России 1995 года, обладательница множества театральных и кинопремий. Примером для подражания по признанию актрисы для нее была Наталья Гундарева, с которой она выступала на одной сцене. В интервью Симонова назвала Гундареву великой актрисой в масштабе ее личности космически. Симонова счастлива, что ей довелось работать вместе со своим кумиром. Уже с первого курса училище Евгения Симонова начинает сниматься в кино. Первой серьезной работой актрисы было участие в картине Леонида Быкова. В бой идут одни старики, вышедшие на экране в 1973 году. Не осталось незамеченным появление девушки в фильме о фоне режиссера Георгия Даниэль, где Симонова исполнила роль медсестры по имени Кати. В киноиндустрии того времени за Евгенией Симоновой прочно закрепилась амплуа лирической героини. Артистка познала вкус славы, ее стали узнавать на улицах, поштовый ящик был переполнен письмами поклонников. Наивный девичий персонаж в исполнении Евгении Симоновой без труда находились в зрителях живой отклик. Однако данная популярность обернулась жесткими рамками для юной Евгении. Актриса, конечно, испытывала чувство признательности Данелли и Быкову за раскрытие таланта, но тем не менее была твердо убеждена, что обязательно преодолеет узость своего амплуа. Актриса также вспоминает, как в студенческие годы отчаянно боролась со сложившимся стереотипом. Однажды, когда студентам было дано задание поставить отрывок произведения по собственному выбору, Женя взяла фрагмент довольно мрачного рассказа «Севолода Гаршина, где сыграла проституту». На сцене она так старалась передать жесты и манеры, присущие, по ее мнению, падшей женщине, что директор училища Борис Евгеньевич, Захава не выдержал и скомандовал дать занавес. Впрочем, несмотря на отсутствие в творческом наследии ролей отрицательных героев, лирические персонажи Симонова запомнили зрителю и вошли в золотой фонд российского кинематографа. Очередной яркой ролью артистки стало раскрытие персонажа принцессы в фильме-сказке «Обыкновенное чудо», который снят в 1974 году. В картине Марка Захарова по одноименной пьесе Евгения Шварца Симоновой довелось сыграть вместе со звездами советского кино Андреем Мироновым, Александром Абдуловым, Евгением Леоновым и Юрием Соломиным, Ириной Купченко и Олегом Янковским. Фильмография актрисы насчитывает свыше 80 кинокартин и телевизионных спектаклей. Самые запоминающиеся роли Симоновой остались далеко в прошлом. После значительного успеха в молодом возрасте артистка ушла с больших экранов, сосредоточившись на театральной карьере. По-настоящему возвращение актрисы состоялось в начале 2000-х годов, когда она появилась в популярном сериале «Дети Арбата» Андрея Эшпая. Затем Евгения Павловна снималась у мужа в фильме «Многоточие», а также в картине события по произведению Владимира Набокова, где сыграла мать-героини Чулпан Хаматова. Из большого количества проектов сама актриса выделяет два не самых популярных у зрителя. Это участие в киноленте и рассказ неизвестного человека, которая не имела народной любви, но побывала на кинофестивале в Венеции, а также роль Анны Сниткиной, второй жены Федора Достоевского в фильме «26 дней из жизни Достоевского». У Евгении Павловны дружная семья. С теплотой актриса вспоминает родители, а отец пережил маму на 11 лет и помог дочери пережить потери самого близкого человека, с которой она не смирилась до сих пор. Симона уверена, что жизни ее детей также сложилось удачно. У нее две дочери, а двух мужей есть внуки. Личная жизнь актрисы редко обсуждалась. На страницах средств массовой информации известно, что писатель и телеведущий Юрий Вяземский приходится Евгении Павловне родным братом. Разные фамилии объясняют тем, что Юрий Симонов решил взять фамилию матери, как творческий псевдоним. По словам старшего брата, в молодости во время учебы в Щуке весь курс сестры побывал у нее дома, а это небезызвестный Леонид Ярмольник, Альгиз Орловаскис. Юрий Васильев последний стал первым в серьезном увлечении Симоновой. Дело даже шло к свадьбе, если бы не знакомство Жени с Александром Кайдановским, в которого, говорят, нельзя было и вовсе не влюбиться. Познакомилась Евгения с первым мужем во время работы над фильмом «Пропавшая экспедиция». Кайдановский сыграл в этой картине роль офицера Зимина. В браке с Александром у Евгении родилась дочь Зоя Кайдановская, впоследствии тоже ставшая узнаваемой киноактрисой. Сейчас Зоя выступает на одной сцене с матерью в театре Маяковского, знакома зрителям по ролям в картинах Иван Грозный, с чего начинается родина из Клифосовски. По паспорту Зоя Симонова отцовскую фамилию взяла как псевдоним, чтобы в театре их с мамой не называли Симоновой старше и младше. Второй муж Евгении Симоновой режиссер Андрей Эшпай, сын известного композитора и автора песни «Москвичи». В 1985 году у пары родилась дочь пианистка и актриса Мария Эшпай Симонова. Интернет прочно занял место в обыденной жизни людей, но Евгения Павловна предпочитает традиционные живые способы общения. У Симонова нет аккаунтов в инстаграме или фейсбуке, а фото любимой актрисы и поклонники без труда отыщут и так в сети интернета.